Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. То, о чем я буду говорить сегодня, особенно важно в наше время. Я считаю, что это пророческое слово. Название учения звучит следующим образом. Америка в кризисе. Знак пожаров, секиры и дерева. Еще раз, Америка в кризисе. Знак пожаров, секиры и дерева. Что имеется в виду под словом «кризис»? Это слово происходит из 16 века и означает «решающий момент в течение болезни». После этого момента наступает либо улучшение и выздоровление, либо ухудшение в конечном итоге смерть. Америка определенно находится в периоде кризиса. В греческом языке тоже есть слово «кризис», но оно используется в несколько другом значении. Но воззребный смысл этого слова — это суд или суждение, когда достигается точка принятия решения «за» или «против». Подразумевается, что есть судья, который судит и выносит приговор по поводу определенной ситуации или случая. И когда Библия говорит о суде Божьем или суде Господнем, в греческом тексте как раз используется это слово. Когда мы говорим о кризисе в Америке или в мире, мы подразумеваем, что происходит что-то плохое. Но воззаветный смысл этого слова указывает на суд Божий. Это не обязательно означает, что Господь изливает свой гнев, он просто выносит свое суждение по какому-то поводу. Сегодня он будет судить то, что происходит в таких нациях, как Америка, имеющих христианское наследие, основанное на Библии. Наши главные документы — Конституция, Декларация независимости и Биль о правах — были написаны верующими христианами, и в этом нет сомнений. Наши документы, как и наши законы, основаны на библейских принципах, записанных в Тор. Если вы заглянете в Тор, то увидите там много повелений и предписаний. «Не делай того», «Не делай этого». Часто там идет речь о нанесении ущерба и его возмещении. В американских законах можно увидеть много параллелей с этими предписаниями, потому что наше основание было Слово Божие, но мы отошли от него. И потому что мы отошли от Слова Божьего, отвергли Бога в публичных местах, даже в наших школах, насмехаемся над Богом, узаконивая мерзости, мы оказались в серьезном кризисе. Что если этот кризис выражается через странные и разрушительные природные явления, которые наблюдаются на восточном и западном побережьях и в центральных районах страны? Люди дают этому четыре разных объяснения. Два из них естественные и два сверхъестественные духовные объяснения. Первое объяснение — это просто изменение климата из-за выброса углекислого газа с заводами, фабриками и транспортными средствами. Подразумевается, что глобальное потепление — результат деятельности человека. Мы слышим об этом в новостях по всему миру. Те, кто не верят в глобальное потепление, говорят, что это так называемые цикличные климатические изменения. В один период времени зимы теплые, бесснежные, через несколько лет наступает самая холодная зима за историю наблюдений, а еще через несколько лет самая теплая. В истории, без сомнений, были такие циклы. Когда случился великий потоп, не было никакого загрязнения углекислым газом. Не было его и во времена Ильи, когда случались засухи от 42 месяцев до 7 лет. Природа всегда была переменчива. Наводнения, засухи, землетрясения и другие природные бедствия происходили задолго до того, как у нас появились автомобили. Конечно, углекислый газ играет свою роль, но вот что я хочу сказать. Мы всегда говорим о природной причине этих катастроф, однако есть и духовные составляющие. В послании к римлянам, 8 главе, 22 стихе, написано, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая искупления». Мы видим, что все творение, сама планета страдает. Также в Евангелии от Матфея, 24 главе, 7 стихе, говорится о духовных родовых муках Земли, как о важном знаке. Они выражаются в засухе, голоде, землетрясениях в разных местах. Итак, у нас есть естественные и духовные объяснения для странных погодных явлений, которые мы сейчас наблюдаем. Я могу согласиться с теми людьми, кто считает, что разные территории переживают избирательный суд Божий. Это суд за нарушение его законов, за пролитие невинной крови, за вещи, которые противны Богу, но узаконенные в Америке. Мы видим творимые беззакония и убийства. Мы нарушаем столько Божьих законов, данных для утверждения нашей нации, что рука Божья, дающая благословение и защиту, отнята от нас. Мы вступили в период избирательного суда. Примером такого суда может послужить история пяти городов во времена Лота и Авраама. Это были Содом, Гамора, Адма, Сиваим и Сегаим. Города, перечисленные в 14 главе Бытия. Разврат в Содоме и Гаморе был так велик, там было столько насилия и непотребства, что Бог решил разрушить их. Библия говорит, что они должны были быть уничтожены огнем. Так и произошло. Содом, Гамора, Адма и Сиваим были полностью уничтожены, вероятно, в результате извержения вулкана. Это естественное объяснение. Конечно, мы знаем, что это был суд Божий. Когда вулкан взорвался, это и правда выглядело, как огненный дождь с небес. Но это только одно геологическое объяснение произошедшего. В любом случае, согласно Писанию, это был суд Божий. Лишь один город, Сигор, избежал разрушения. Он не подвергся суду в то время, как остальные четыре города были разрушены. Это пример избирательного суда. Примером всемирного суда был великий потоп. Примером национального суда – разрушение храма в 70-м году нашей эры. Тогда не только были разорены и Иерусалим, и иудеи, но и сами иудеи, рассеяны по лицу земли. Существуют разные уровни и виды судов Божиих, вершимых на земле. Возможно ли, что Соединенные Штаты перешли черту, и Бог теперь дает нам время смириться и покаяться? Мы пока не видим суда на дна отце, но наблюдаем избирательные суды в разных районах. Когда рука Господа была отнята от нас, природные и погодные бедствия пришли с сильной яростью. Стали происходить странные вещи. Во времена пророка Ильи была сильная засуха. Но тогда она была по слову пророка. Он сказал, что все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. В США случаются засухи, но это никак не связано с каким-то пророчеством. По видам природных бедствий страну можно разделить на три зоны. Западное побережье, центральные районы и восточное побережье. На западном побережье бывают пожары. Раньше, хоть и редко, но случались извержения вулканов, часто бывают разные силы землетрясения. В центральной части было немного землетрясений и много-много торнадо. А также были ужасные разрушительные наводнения в таких местах, как Небраска и Техас. А на восточном побережье мы круглый год наблюдаем множество торнадо, которые образуются над океаном и обрушиваются на сушу. Также было много наводнений и даже ураганов. Несколько лет назад наш город Кливленд пострадал от урагана, который принес много разрушений и смертей. Итак, мы видим много природных бедствий. Одни люди говорят, что мать-земля гневается на нас. Другие говорят об изменениях климата. «Но я, служитель Евангелия, я обращаюсь к Писанию, чтобы найти параллели с тем, что происходит сейчас». И, как ни странно, я нахожу их. Например, пророк Илья сказал пророчество, которое можно найти в Третьей книге Царств, в 17 главе 1 стихе. «Не будет дождя, кроме как по моему слову. И на Израиль и Самарию пришла сильная засуха, продлившаяся 43 месяца или 3,5 года. Люди винили в этом пророков Божиих и самого Илью. Несколько тысяч пророков были вынуждены бежать и скрываться от царя Ахава и царицы Изавели, которые их преследовали и убивали. И Изавель казнила пророков, потому что винила их в засухе». Но Библия говорит, что закрытые небеса — это результат грехов Ахава. Илья был главным пророком Божиим, и тем не менее, именно его винили во всем. В ответ на обвинения Илья сказал Ахаву, что это его нераскаянные грехи вызвали гнев и суд Божий на Израиле. Обычно голод случается из-за недостатка дождя, который ведет к засухе. Это происходило и в США. Атланта и Джорджия однажды пережили сильнейшую засуху. Дождя не было много месяцев, из-за чего почти полностью пересохло озеро, откуда брали питьевую воду в Атланте. Правительство этих штатов уже обсуждало вариант эвакуации населения в другие районы. К счастью, было решено собрать людей на молитвенное собрание перед зданием суда. Они вызывали к Богу, и на следующий день пошел дождь. Это показывает, что Господь будет милостив, если люди взыщут Его искренне, со смиренным сердцем. Чуть позже мы поговорим о пожарах на восточном побережье. А в книге Паралипомена, 6 главе, 26 стихе, Соломон сказал, «Заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобой». Он предупреждал народ Израиля, что Бог не даст на землю дождя, если они не будут следовать за Ним и будут грешить против Его Слова. Во Второзаконии, 28 главе, 23 и 24 стихах, дается предупреждение, что за грехи народа небеса сделаются медью, и не будет дождя. Это знак гнева Божьего. Другими словами, когда во времена Ветхого Завета случался голод или засуха, или долго не было дождя, люди понимали, это как знак того, что Бог недоволен. Его недовольство могло быть вызвано действиями правителей, национальных лидеров или самого народа. Таким способом Бог привлекал внимание израильтян. Ничего больше не работало. Вспомните, Моисей поднялся на гору на 40 дней, а народ уже начал поклоняться золотому тельцу. Богу пришлось использовать то, что било по их кошельку. Сельское хозяйство. Во дни пророков страна была полностью аграрной. Люди зависели от того, что они выращивали. Пшеницу, злаки, овощи. Бог допускал недостаток дождя, чтобы пересох источник пищи. Люди покаялись бы и воззвали Господу, чтобы Он мог проявить милость и услышать их молитву. Вы спросите, а почему Бог так действовал? Но стоит спросить, а почему люди так действовали? По отношению к Богу. Он Творец. Не мы Его создали, а Он нас. Нам следует следовать за Ним и подчиняться Его Слову. Он не исполняет нашу волю. Нам стоит помнить, что Дух Человека бессмертен. И Бог желает, чтобы мы были с Ним. Но грех может отделить вас от Бога и не позволить вам войти в Царство Божие, потому что грех разрушает праведность. Нам нужно чистое сердце, ум и дух. И тогда Бог благословит нас. Второзаконие 28 глава перечисляет благословение для Божьего народа. Но если мы ослушаемся Бога, мы подпадем под наказание для исправления, чтобы мы могли исправить себя и свою жизнь в присутствии Божьем, начать ходить с Ним, результатом будет благословение. Это как с воспитанием детей. Вы не можете позволить им бегать по дому, ломать вещи, плевать на людей. Детей нужно дисциплинировать. Если ребенок хорошо себя ведет, вы, например, возвращаете ему телефон, опускаете гулять с друзьями, ну и так далее. Общество не сможет существовать без дисциплины. Во Второзаконии 11 главе 17 стихе Бог говорит «И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих». Третья книга царств, 8 глава, 35 стих, говорит «Когда заключится небо, и не будет дождя, за то, что они согрешат пред тобою». Так, это второе место. А следующее место, это 14 глава книги Захарии. Там написано, что Бог удержит дождь для народов, которые не придут в Иерусалим поклониться Господу в праздник кущий. Дождь крайне важен для земли и выживания людей. Бог может закрыть небеса или дать дождь и благословить народа. Писание очевидно говорит, что природа в руках Господа. Он может контролировать погоду. Также Библия говорит, что дела людей могут влиять на погоду. Мы знаем это точно. Ну, а теперь поговорим о западном побережье США. Я бывал там и не раз. Я понимаю, почему люди живут там. На мой взгляд, Калифорния это один из самых красивых штатов в Америке, да и вообще прекрасное место на земле. Тысячи людей, живущих там, смотрят наши передачи. В последнее время на западном побережье наблюдается все большее опустошение и природные бедствия. Люди задаются вопросом, почему так происходит, почему так много пожаров. Калифорния, конечно, очень красивый штат, но полезно посмотреть историю этого региона. Многие люди не знают духовную историю своего штата, в то время как история эта очень богата и полна событий за последние 50 лет, за последние полвека. В первую очередь упомяну пробуждение на Азуза-стрит, которое происходило в Лос-Анджелесе с 1906 года по 1915 и затронуло десятки тысяч жизней. Эйми Симпл Макферсон основала церковь, храм Лос-Анджелеса в 1920 году и лично накормила полтора миллиона человек в Калифорнии во время Великой депрессии. Джон Джи Лейк проводил служение исцеления в штате Вашингтон в 1935 году. Он изменил жизни тысяч человек. У штата Вашингтон вообще богатая духовная история, особенно в области исцеления. Затем были огромные пробуждения в Калифорнии в период с 1940 вплоть до 50-х годов. Тысячи людей со всей страны приезжали, чтобы послушать Орла Робертса и многих других проповедников. Тогда было положено начало многим служениям, которые значительно повлияли на жизнь и историю страны. Например, международное служение полного Евангелия для бизнесменов. Оттуда же растут корни большого харизматического пробуждения в 1970-х и начале 80-х годов. Также в Калифорнии располагается головной офис большой христианской вещательной компании под названием Тринити Бродкастинг Нетворк, телевидение Троица. Таким образом, мы видим, что духовная история штата Калифорния очень богата на пробуждение и христианские движения. Этот период длился с начала века пробуждения на Азуза-стрит с 1905-го и до 70-х годов 20-го века. Но, к сожалению, эта история незаслуженно забыта. Сейчас многие люди в этом районе не знают Слово Божие. Когда начинаешь говорить о Библии и духовных вещах, они считают это устаревшим. В сознании людей преобладает так называемое либеральное мышление. Кто-то называет это левым мышлением, кто-то либеральным. В любом случае, мы видим, что произошли большие изменения. Дальше мы будем подробнее рассматривать эти вопросы. Я собрал множество мест Писания, я поделюсь ими с вами. Я расскажу, почему происходит так много пожаров на западном побережье США. Мы ничего не придумываем, все написано в Библии. Дальше мы поговорим о том, что Бог уже положил секиру у корней дерева, о чем написано в Евангелии от Матфея, 3 главе 10 стихе. Я хочу, чтобы вы были очень внимательны. В продолжении этой темы в следующих передачах мы разберем местописание Деяния, 2 главу, 19 стих, которое говорит, что в последнее время будут знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Мы рассмотрим, что говорит наука о процессах в недрах земли, что происходит с климатом и проследим, как это влияет на происходящее здесь, в Соединенных Штатах Америки. Во второй главе Деяний и второй главе книги Пророка Иаиля говорится о знаках Солнца, Луны и звезд, а также, что будут кровь, огонь и столбы дыма. Что это означает? Прежде всего, на мой взгляд, это может быть связано с вулканическими извержаниями. Тут есть сходство. Когда извергается вулкан, он выбрасывает много огня, поднимаются огромные клубы дыма, все покрывается толстым слоем пепла. Мы знаем, что не только извержения вулканов приносят огонь. Мы видим много огня и дыма во время пожаров. Западное побережье, включая прекрасную Калифорнию, страдает от пожаров. Самые большие вулканы в Соединенных Штатах как раз расположены на западном побережье, Аляске и Гавайях. На Гавайях есть пять вулканов, некоторые из них активные. На Аляске есть 130 вулканов. Большинство сейчас неактивны. В штате Вашингтон находятся пять вулканов. Также некоторые из них сейчас активны. Совсем недавно было извержение на горе Святой Елены. В штате Орегон расположены 60 вулканов. Правда, большинство из них неактивны. Но они были просто огромны. На левом нижнем фото вы можете увидеть кратер большого вулкана, оставшийся после извержения в далеком прошлом. Я бывал там в своих путешествиях. Зрелище впечатляющее. В Калифорнии есть также семь вулканов. Некоторые из них активны под поверхностью, но не извергаются на поверхности. Итак, вполне возможно, что слова «кровь», «огонь» и «столбы дыма» относятся к извержениям вулканов, которые и произойдут в будущем. Мы живем в важные времена. Мы — поколение откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Перри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Перри, еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве, и Америка как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен, исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях. Америка в кризисе, знак пожаров, секиры и дерево. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Тема проповедей «Начало скорбей», когда Бог скрывает свое лицо и «Битва за Америку». Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. На той неделе я упоминал о важном. Мы предлагаем диски с пророческой конференции. Важно помнить о том, что, когда мы снимаем телевыпуски, мы не хотим создать проблемы с заграничным телестанциям. Поэтому наш монтажер вырезает некоторые фрагменты из наших пророческих конференций. На этих дисках есть информация, о которой нельзя говорить на телевидении. Это подробная и полезная информация. Я рад предложить эти диски. Когда Билл пишет на иврите, то он расшифровывает текст. На записи есть иллюстрации. Пожалуйста, найдите эти диски и услышьте слово. Как правило, мы выставляем график наших поездок по США. Сейчас я не путешествую, как раньше. Дело в том, что сейчас я много пишу и снимаю материал. Я снимаю материал для будущих дисков. Для этого требуется время. Многие годы я делал многое. Раньше я трудился по 15 часов в день. Доктора сказали мне, хватит так жить. Это приносит вред здоровью. Я поменял свой график. Сейчас я пишу пророческую книгу. Я хочу, чтобы вы прочли ее. Я очень сильно тороплюсь, и поэтому я надеюсь, мы выпустим ее на исходе этой весны. Это новое бремя, которое я получил от Святого Духа. Бог открывает впечатляющие вещи. Он откроет еще больше. Если вы смотрите нас на христианском канале, пожалуйста, напишите благодарность каналу за показ нашей передачи. Если вы не успеваете смотреть нас на канале, то смотрите нас на Ютьюбе. У нас выходят обновления три раза в неделю на Ютьюбе. Как я уже говорил ранее, это небольшие послания от пяти до двенадцати минут. Также не забудьте о наших конференциях в этом году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин